так вот почему у одних людей все-таки получается быть без эзотерики счастливыми все здесь у них вот здесь многие люди рождаются и у них вот это в середине не теряется блаженство внутренне и им везет вот я такой человек я всегда в середине себя много я я понимаю но как по-другому рассказать внутри себя все время ощущаю вот это чувство детства чувство яркого блаженства чувство яркого наслаждения она всю жизнь она мне присущий я и во внешнем мире это чувствую и вижу будучи человеком который склонен вот к тонким искусством там к музыке я люблю классическую музыку мне нравится живопись я разбираюсь в живописи я люблю читать книги всевозможные которые связаны с чем-то красивым знаете мне нравится мода мне нравится к женщины мне нравится природа мне нравится отдых я люблю все что может давать человеку удовольствие радость и это склонность она у меня с детства с детства играю там на четырех инструментах мне нравится классическая музыка я с детства рисую там красками гуашью маслом еще чем-то мне нравится живопись и мне нравятся красивые люди нравятся эмоции человеческие вообще люблю людей и будучи человеком которого это есть мне в моей жизни очень везет вообще эзотерика что это свое время начал обращать внимание как раз именно на вот эти все моменты то есть человек вот у нас у меня есть племянник алексей мы родились у нас три года разница мне на три года меньше но в отличие от меня у меня все в жизни получалось причем очень легко то есть я делал один шаг еще три шага вперед то же самое он делал один шаг и три шага назад и у нас были одинаковые возможности то есть у меня сразу же стала такая идея почему мне тотально везет в тот момент когда ему тотально не везет и только спустя годы изучая вот это доктрину везения и доктрину ее называют духовного развития я понял что по-настоящему везет людям которых развивается высокая духовность чем она может искореняться духовность человек растет или живет по принципу там кого-нибудь осуждать кого-нибудь критиковать постоянно находить только плохое помните мою мою историю о том что один человек пришел в эрмитаж увидел пыль на всех картинах а другой восхитился картинами то есть каждый человек выбирает для себя даже сам этого не подозревает этого и зависят его уровне то есть один человек настроен на уровень грязи или поиска грязи другой человек настроен на поиск счастья и радости какой-то третий человек уже настроен на состояние при котором это это ему безразлично так как он постиг внутреннее состояние блаженства и видит весь мир как проявление красок бога вечной игре мироздания и так далее и это все конечно же отличает людей тому человеку у которого нет желания но это все путь можно ли в один момент перейти в состояние высокой духовности нет что мешает сознанию мешает чувства чувством мешает тело и гормоны гормоном мешает внешний мир и так далее это противоречивая борьба пяти гун внешнего мира гармонии гармонии гормонов физического тела голода физического тела материального какого-то оснастки чувственных каких-то разочарований но и осознанных компиляции мозга придут там получение или не получение какой-то информации которая потом компилируется и создает у человека какой-то ответ виде рефлекса осознанного душевного рефлекса или даже физического все это между собой оно должно как-то гармонично развиваться и вот разрушение вот этих элементов гармонии заставляет человека перейти на сторону которой его топит или деструктивную сторону тьмы ну естественно чем сильнее эти деструктивные стороны тем тяжелее человеку дается быть человеком везучим или по-другому фартовым а фортуна нужна человеку и 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